В эфире студия 7, я Максим Гуревич, здравствуйте. В октябре главные режиссеры двух театров Красноярского края приняли участие в разработке стратегии развития театров страны под руководством Сергея Безрукова. Обучение проходило в Академии творческих индустрий «Меганом» в Крыму на территории арт-кластера «Таврида». Какой он театр будущего и какие возможности творческим людям предоставляет арт-кластер «Таврида» поговорим сегодня с нашими гостями. Вячеславом Непомнящим, амбассадором «Тавриды» в Красноярском крае и одной из участниц этого проекта, главным режиссером Железногорского театра «Апереты» Анастасией Касаткиной. Друзья, здравствуйте. Спасибо, что пришли. Вы, Анастасия, совсем недавно вернулись из Крыма, с Тавриды, с арт-кластера, в рамках которой есть такая специальная лаборатория, которая называется «Меганом». И вас там, ну как бы это сказать, прокачивали на тему театра будущего. Не только театра будущего. Называется полное название «Художественные руководители будущего». Академия Сергея Безрукова «Художественные руководители будущего». Ну вот есть, я не знаю, весь мир знает и преклоняется перед классическим русским театром, которому там, ну, скоро, наверное, лет 300 будет, да, но уж 200 точно есть. И что нового? То есть театр нужно менять? Нет, ни в коем разе. Театр нужно каждый раз пересматривать, потому что мы вроде бы все прекрасно знаем, да, как устроен театр, что театр это, в принципе, артисты, зрители, руководит режиссер, и они всегда на какую-то тему играют спектакль. Как есть всегда автор. Но вот в каком соотношении это происходит? Забываем ли мы о зрителе? Ищем ли мы новые темы для общения? Вот я думаю, что это предмет разговора больше. Слушай, ну интересно было вот на этой программе? Очень. Сколько вы там времени провели? Мы вообще с погружением. У нас программа началась с 25 июня, то есть мы ездили сначала в Москву, в губернский театр, в московский губернский театр. Который партнер вот этой программы. Партнер этой программы, это театр под руководством как раз-таки Сергея Безрукова, и у нас где-то неделю, наверное, проходили там с утра до вечера мастер-классы, общение, практикумы различные. Потом у нас было заочное, получается, обучение заочное, имеется в виду через интернет, как это, онлайн. Онлайн, то есть каждый понедельник-среды у нас проходили занятия, и в индивидуальном порядке мы с ребятами, получается. Слушайте, то есть это получается такая прям образовательная программа. Образовательная программа. А вообще, прервемся, поговорим об этом предметно еще, но Таврида, арт-кластер, что это такое? Это вообще получается многопрофильная, да, образовательная платформа, которая базируется в Крыму. Продолжай. Вообще, Таврида, это как раз-таки город творцов, арт-кластер, и, я бы сказал, большое сообщество таких неравнодушных специалистов, которые направлены, конечно же, на развитие как территории Республики Крым, так и других субъектов Российской Федерации. Вообще, цель, это, конечно же, профессиональный рост каждого участника, чтобы участник... То есть это не просто там, ну, фестивальная такая программа, там поразвлекались, это такая образовательная платформа в первую очередь, да? Да, естественно. То есть участник приезжает, он подает заявку по конкурсному отбору, приезжает уже на территорию арт-кластера, там он под руководством одного из мэтров искусства, собственно, учится чему-то новому, делится своим опытом, выполняет какие-то кейсы, задания, и в целом, в принципе, он тем самым растет, набирается опыт, обрастает такой, скажем так, коронкой интересной, и впоследствии по приезде домой уже делится этим с молодежью, делится этим с обществом, где он, собственно, живет. То есть вот ваша программа, которая была про театр, про современный, про театр будущего, вы теперь приезжаете, и у вас было два человека из Красноярского края, из Матыгинского театра. Да, из Красноярского края. Это Андрей Акимов, да. Такой нашумевший театр, мне кажется, очень интересный, своеобразный. Ну, очень хороший театр. И вы вместе работали, или на самом деле, ну, как бы, вот мы тут, красноярцы, там, ну, в смысле, краевые ребята, или тут нет? Вообще вся программа строилась, мне кажется, самое главное, что такое хороший руководитель? Ну, это собрать команду и умение работать в команде. И мне кажется, вот этому посвятили очень большое время, потому что нас постоянно меняли. То мы в одну команду собирались, то в другую, чтобы мы научились именно общению. Именно потому что, чем бывают главные режиссеры, там, страдают? Я главный, я так сказал, я так вижу, выполняйте. А на самом деле, более эффективно, когда, ну, все творческие люди в общем котле варятся и дают более важный результат. Но это все-таки же про управление. Я представлю себе, если в театре сказать, так, какие будут, ребята, предложения? Так там не заткнешь потом людей, как бы надо же в одном направлении идти. Нет, нет, вот в том-то и дело, что нужно уметь руководить таким образом, чтобы у каждого не, как сказать, не прекращалось вот этот вот полет фантазии. И в то же время, чтобы тебя это не поглотило. То есть вот этими важно управлять. И важно уметь слышать, самое главное. И уметь руководить. Это же не первый год, когда на Тавриде работают с театральной повесткой, вообще, ну, там, разрабатывают программы, так или иначе, связанные с театром. Этому проекту уже, там, с 15-го года он развивается. Сама Таврида с 15-го года, но вот где была Анастасия, это как раз-таки Академия творческих индустрий Меганом. Это как раз-таки один из профильных проектов Тавриды. Что это вообще такое? Это круглогодичный центр компетенции. То есть это концентуально новый подход к образованию. Люди, которые приезжают туда, они под руководством одного из мэтров искусства обучаются чему-то новому. И, конечно же, все это проводится по инициативе непосредственно нашего президента Российской Федерации. А Академия творческих индустрий Меганом, каждая программа, она при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. То есть есть и другие программы, да? Конечно. Вот если, например, нас сейчас смотрят люди, которые, ну, так или иначе, развиваются в театральной сфере, им понятно, они могут зайти на сайт Тавриды, на сайт, наверное, Крылого дворца молодежи, да? Посмотреть программу, какие есть предложения, и отправить заявку на участие, правильно? Мы же, на самом деле, в том числе и предлагаем людям стать участниками многочисленных программ Тавриды. А какие еще программы есть? Все верно, вы сказали. Во-первых, что касается Академии творческой индустрии Меганом, сейчас открыты регистрации на три образовательных заезда. Первый заезд – это «Создаем музыку». Заезд, посвященный для авторов-исполнителей, музыкальных продюсеров, менеджеров и инструменталистов, которые собрались, хотят выпускать что-то новое, интересное в современных тенденциях. Их, собственно, там обучают и помогают им раскрыть свой внутренний потенциал. И тоже какая-то звезда, ну на этот раз музыкальная, наверное, будет вести эту программу. Ну и здесь же стоит сказать, что в рамках Академии творческой индустрии Меганом, вообще арт-кластера Таврида, есть музыкальный лейбл. То есть любой желающий может с какой-то идеей приехать, заявить «я хочу», и команда продюсеров, организаторов ему абсолютно бесплатно поможет выпустить какой-то музыкальный продукт на всех музыкальных площадках нашей страны. Так, музыкальная программа. Так, у нас сейчас открыта регистрация на издательское дело. То есть соберутся авторы, они разберут на примере журнала «Арт-кластер» от Аврида. У нас есть глянцевый журнал, который выпускается 4 раза в год. Как, кстати, видел, вы его принесли, он такой толстенный довольно. Жалко, что мы его в студию не положили. Я его заберу домой, буду листать от корки до корки. Все, без проблем. И, конечно же, есть регистрация на вызывательный заезд, называется «Твой старт в кино», который предназначен для только начинающих и как профессионалов, конечно. Это же круглогодичная площадка. И вот сейчас, недавно закончилась театральная, музыкальная, кино. То есть вот это сейчас продолжается, а дальше будут, наверное, и другие программы. Любой человек, который так или иначе связан с креативными индустриями, найдет в течение года на Тавриде и на Меганоме свою подходящую программу. Слушайте, насколько, ну вот на ваш взгляд, как профессионалы, вы все-таки главный режиссер театра, вы, ну, в теме вы погружены, уровень, который, ну, программы, как образовательная программа, насколько он там высок, актуален? Очень высок. Страшно было бы? То есть там как-то экзамен, как-то что-то вот такое в этом... Это погружение прям было. То есть, мало того, мы же учились стратегически мыслить. Ведь, когда ты учишься на режиссера театра, тебя не учат руководить театром потом. Тебя учат думать про спектакль, да? Да, да. То есть ты должен понимать, как спектакль устроен, как его сотворить, как его сочинить. Какой выбрать. Какой выбрать. В каком стиле, в каком направлении. Да, а дальше стратегически мыслить, как нужно себе запланировать жизнь, да, на ближайшие пять лет, десять, куда-то вести театр будешь. То есть вот... Ну, подождите, вот вы, значит, несколько месяцев были в этой теме образовательной, вот вы съездили, так сказать, на финальную точку, на неделю в Крым, прекрасная погода, море, к которому, наверное, не подошли, потому что слишком много работали, да? Вот, и вы приехали в Железногорск, приходите в свой театр, к своему коллективу, и что нового вы чувствуете в себе? Что оттуда вы привезли для себя, как для руководителя театра? Вот сейчас приведу пример. Вот сейчас будет Ночь искусств. Ну, вот на нас свалилось, как Министерство культуры говорит. Нужно Ночь искусств. Хорошо вы сказали. Ну... Привет, Министерство культуры, хорошо. Ночь искусств. И обычно ты думаешь, что делать, как делать, для чего делать. Чтобы отчитаться. Да, вот тут не было вопроса, чтобы отчитаться. То есть я четко понимала, что Ночь искусств, это же у нас экспериментальное всегда искусство, это же какие-то, ну как, ново-старые формы, да, ну так шучу, формы. И я понимаю, что да, мы сейчас опробуем вот эту иммерсивную историю, которая модная и не модная. То есть я понимаю... Что значит иммерсивная? Иммерсивная. Я как-то себе представляю, что значит для вас, как для театрального деятеля, как и вы сейчас пробуете эксперимент в Железногорске, в рамках там... Да, иммерсивный спектакль у нас будет. Что это такое? Это погружение. Погружение, я сейчас объясню. Вообще театр, я уже сегодня говорила об этом, он строится на авторе, на артисте и на зрителе. Так вот, когда ролями начинают меняться, ну то есть в какой-то момент зритель становится артистом. Ну что, прямо встает со своего места. Нет, ну не встает. Он не встает. Не встает. Он... То есть получается, я с вами работаю таким образом, что вы вынуждены себя почувствовать тем или иным персонажем. Участником спектакля. Участником спектакля. То есть получается, вот эта фантазия, вот эта вся театральная реальность, она вдруг становится реальностью для вас. И вы становитесь уже кем-то другим. Ну и что вы ждете от зрителя в таком... Погружение. Ну, то есть что, он тянется больше в театр, да? Сейчас же, мне кажется, последние годы театр на коне просто. Хоть что, там, постановка любая, все битком. Нет? Ну, смотря где. Вообще, в Красноярске, да. А в Железногорске? А в Железногорске, например, у нас основной зритель – это женщины. Так. А мне бы хотелось, чтобы ходили мужчины. И как раз-таки на обучении мы составляли карты эмпатии. То есть нас обучали, как провести интервью, чтобы узнать о том, какие потребности вообще у зрителя. И я провела среди мужчин. И я вдруг поняла, что... Это был ваш выбор. Это мой был выбор. Да. Потому что я же понимаю, куда я хочу двигать театральный процесс, как бы. Вот. И у мужчин им интересно путешествия. Им интересно приобретать новый опыт. Не просто смотреть, а его приобретать, получать. Им интересно преодолевать препятствия. То есть про взаимоотношения мужчин и женщин, да, что сериальная такая, вот это им не очень интересно. Им интересно себя проявлять. То есть, мне кажется, иммерсивная история, она как раз-таки ближе для мужчин. То есть, смотрите, получается, вы как руководитель театра, как менеджер, как управленец, да, размышляете уже не просто, ой, знаете, вот тут есть хорошая пьеса, давайте ее поставим, да, а вы как бы программируете, ищете как продюсер тему, чтобы привлечь нового зрителя в театр. Да, я же не зря сказала. Зритель – неотъемлемая часть театра. Без зрителя театра не будет. И, как правило, обычно как бывает. Слушай, ну, странно, что для этого надо было учиться, чтобы вообще... Нет, я почему-то сказала, что все давно-давно изобретено. Но одно дело, что мы просто забываем про это. Потому что вот как учат в театральных школах? Вот если ты учишься на артиста, говорят, что у тебя болит. Вот у тебя что болит, потому что ты будешь работать с собой. Приходишь в режиссера, и, как говорят, режиссер за время обучения должен прийти к первому спектаклю. И вот спрашивают, а у тебя что болит? И понимаете, и как-то про зрителя мы в этот момент забываем. Зрители никто не спрашивает, что у тебя... А что же у тебя болит? А что тебе нужно? Конечно, меня учили, что... Слушай, знаете, Вячеслав, я вот специально как бы на взлете перебиваю, но мне кажется, про что получается от Таврида? Таврида как бы расторвашить человека. Неважно, чем ты занимаешься, да? То есть так устроена программа. Вы сами же были там тоже? Конечно. Расскажите про ваш опыт учебы там. Нас собирали, получается, в рамках региональной программы именно амбассадоров, медиа-амбассадоров арт-кластера Таврида. То есть с нами также работала вся команда организаторов, которые приехали из Москвы, которые живут непосредственно всегда в бухте Капсель, где проводится сама Таврида. Вот. И нас полностью обсуждали. Это огромное количество... Я понимаю, Анастасию, когда ты встаешь буквально каждое утро в 7 часов, а ложишься ты только, дай бог, в 12 в час, ты только пытаешься, думаешь, боже, дай бог лечь просто в кровать. Вот. А вот так вот? Но это огромная тусовка, очень классная. Даже несмотря на всю усталость, буквально у тебя каждая минута расписана, ты должен быть в тысячи местах одновременно. Но это очень круто, это очень заряжает на весь предстоящий год. И такой толчок силы вверх. Вообще, мне, кстати, любопытно, сколько людей там, ну, проходит эту программу, и сколько людей из Красноярска и Красноярского края вы ежегодно собираете и проводите через образовательные программы Таврида и Меганома? Если касается именно в год, то, в принципе, по России участвуют, все регионы, то есть это 89 субъектов Российской Федерации. Но это тысячи людей? Это более 270 тысяч участников. За год? За год. То есть 20 с лишним тысяч человек ежемесячно? Ну, мы же понимаем, что это не только образовательные заезды и на Академию Меганом, и все в таком духе. Это, конечно же, становится зрителями. Это непосредственно жители Республики Крым, которые пришли посмотреть, допустим, на выставку какую-то, на новый арт-объект или что-то еще. Поэтому таким образом не только именно арт-кластер, который проводится именно в Крыму. Он же, у него есть проекты, которые реализуются по всей России. Не будем забывать, что во многих субъектах есть арт-резиденции. То есть это федеральная сеть, которая направлена на развитие представителей креативных индустрий. Это получается дуб базы, можно так сказать, региональные, да? Конечно. Где часть работы Тавриды продолжается. Вот здесь у нас Дворец молодежи, Каменка, как все ее знают. Да, Каменка является оператором Тавриды в Красноярском крае. Что касается именно наших участников, нашего региона, то за этот год мы отправили 95 участников, которые очно посетили непосредственно Республику Крым. А желающих больше? Желающих намного больше, конечно же. То есть жесткий конкурс, вот отбор. Вот вы, Анастасия, вы когда готовили заявку, сколько там было у вас конкурентов? Двоих отобрали? Говорят, было более 500 заявок, отобрали 40 человек. Это по всей России? По всей России, но это главные режиссеры и художественные руководители. Ну это такой, как бы, статус-то, ну, будьте нате, что называется, да? Да. Это не студенты, прямо это главные режиссеры муниципальных, областных, краевых театров. Там было больше мужчин, женщин молодые, взрослые. Женщин было 8. Из 40 человек. То есть в основном это чувствовали какое-то, как сказать, вам было сложнее? Или наоборот у вас, так сказать? Смотря о чем говорить. Ну, я про образование, конечно. Про образование. Вообще театр в России это мужской, вообще бизнес? Ну да, вообще, конечно, мужской, да. Я так не считаю, но вообще мужской. Ну получается, что... Вообще, да, мужской. Ну и режиссеров больше мужчин. И воспринимают мужчин сразу. Ну, как бы, мужчины заходят и снимут сразу же доверие. Женщине это доверие нужно заработать. Завоевать еще нужно, да? А этому вас без рукав учил как-то специально? Ну, он говорил, что самое главное лидерство, коммуникативность и компромиссность. Он крутой? Да. Да. Чем он крутой? Мы его все знаем как артиста, мастера перевоплощений. Его же и критикуют, и любят примерно за одно и то же разные люди. Да, кто-то говорит, да, о чем подумаешь там просто грим. Вот тебе и весь актер. Но вжиться в роль... Понятно, что он крутой актер. А вы с ним общались как с театральным... Даже не режиссером, а... Управленцем. Управленцем. Что он интересного рассказывал? Почему он вообще-то? Ну, во-первых, у него энергии очень много. А это всегда очень сильно заряжает людей вокруг. То есть лидер, управленец, мне кажется, он должен обладать энергией. Во-вторых, в нем настолько сильна любовь к искусству и вера в себя, в свою команду, что это прям подкупает. В губернском театре очень много было лекций, которые проводили сотрудники театра Безрукова. И каждый из них, ну, просто какой-то уникальный человек. То есть у него есть способность собирать уникальных людей. И что каждый человек, он чувствует, что он центр вселенной. То есть вот если я завтруппой, то я самая крутая завтруппой. И это дело моей жизни. Если я билетами занимаюсь, да, то есть продажами, то я делаю это лучше всего на свете, и я тоже самая лучшая. То есть вот это какое-то качество очень важное. Мне кажется, это и вызов такой, но для вас вы туда приехали, вы увидели самых лучших, приезжаете к себе домой. И говорите, и вы у меня самые лучшие. Вот, да, то есть надо силы найти, как-то энергию, чтобы сказать это, ну, себе, в первую очередь. Надо найти точку опоры, чтобы... А не сказать такой, ну, там-то такие, а-то-то не такие. Вот как-то... Ну, я могу сказать, что и к нам такое отношение было. А, вот в чем дело. Понимаете? И к нам. Слушайте, ну, если честно, вот мне кажется, вот Мотыгинский театр, он реально у всей страны был на таком слуху. Железногорск просто особенное место, мне кажется, все люди, которые живут в Железногорске, просто особенные по, ну, не знаю, по факту там нахождения своего. Ну, просто таких городов, я не знаю, наперечет, наверное, в мире, где такой дух, там, такие здания, такая архитектура, это же все пропитывает людей. Ну, вообще... Вы чувствуете, что Железногорский театр и Железногорский зритель особенный? Особенный, да. Особенный. Да, чувствую. Сейчас, во-первых, Железногорский зритель, он, мне кажется, более капризный, что ли, даже. Ну, вот вы так показали, да. Да, да. То есть он такой, как бы, прокачанный, получается. Да. Ну, потому что когда-то... Требовательный. ...железногорская оперетта вообще в пятерку лучших музыкальных театров страны входила. То есть и там поколенчески воспитан зритель. То есть, извините, когда в театре руководил Осовский музыкальной частью, а потом он с Покровским создает камерный театр, ты понимаешь, что вот этот заряд, заложенный в театр, он никуда не девается, это же из поколения в поколение передается. И это зародилось, на самом деле, не на Тавриде, конечно. Вот у вас внутреннее такое впечатление, особенности вашего театра. Да, 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 да. То есть вы с этим туда и поехали. Может быть, поэтому вы и отобрались в число... Может быть. В число, там, сорока представителей, руководителей. Да. Но наша с вами задача, Вячеслав, сегодня еще раз привлечь внимание к арт-кластеру, к его программам, в том числе к меганому. И вот эти как раз сейчас две минуты нам для этого даны, отведены, чтобы мы пригласили людей. Кого мы с вами приглашаем для участия в Тавриде? Если вам от 18 до 35 лет вы горите желанием, хотите творить что-то новое, уникальное и в первую очередь полезное для самого себя, то мы приглашаем каждого желающего присоединиться к большому сообществу участников арт-кластера Таврида. Более подробную информацию можно найти на сайте tavrida.art, а также в группах флагманской программы. Мы создаем Красноярский край в ВКонтакте и в Телеграме. Еще хотите поехать на Тавриду? Да. А там есть такое? Нет, вы уже были следующие, значит, освободите место или как? Нет, нет, такого нет. То есть есть программа, которая, то есть, наверное, люди, которые, как сказать, продолжают свою вот эту образовательную траекторию на Тавриде, они тоже ценны? Да. Может быть, вы уже в качестве... Видно будет. Большое спасибо за этот разговор. Сегодня гостями нашей программы, студии 7, стали Вячеслав Непомнящий, амбассадор от кластера Таврида в Красноярском крае и одна из участниц проекта, образовательной части проекта Тавриды, кластера Меганом, режиссера Железногорского театра Оперета Анастасия Касаткина. Я Максим Гуревич, желаю вам удачи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok